На библейский портал Экзегет поступил вопрос, обязательно ли участвовать в вечернем богослужении накануне Причащения? Очень хорошая тема, очень хороший вопрос, который показывает нашу духовную сознательность перед Великим Таинцем Святого Причастия. Вообще-то надо участвовать, надо и как еще написано в последовании к Истовому Причастию, кто не читает каноны перед Причастиями, нужно читать в дни говения, соответственно говеть и поститься, посещать богослужения не только накануне. То есть показать, что ты серьезно к нему готовишься. Для чего нужно готовиться серьезно и что от этого будет? От того, как ты готовишься, будет и результат. Понятно, что Бог по своей милости, по своей любви может дать себя в Таинстве Причастия даже человеку, который не подготовился. И вот этот Причастник может испытать такой духовный восторг и радость, и мир, и умиление, что не всякий готовящийся это испытает. Но это будет такой задаток, залог, потому что следующее Причастие вряд ли, если человек скажет, ну, видишь, я не готовился, мне так хорошо. Нет, с Богом здесь такие эксперименты не пройдут. Он дает нам себя, да, то есть он приходит к человеку. Вот эта молитва Царю Небесному, приди и вселися вны, да, и очисти на всякие скверны. То есть в Таинстве Причастия христианин соединяется со Христом теснее и ближе, чем общался Адам с Богом в раю. Вот такие мысли есть у Отцов Церкви. Поэтому, чтобы Христос к тебе пришел, это первое условие, а второе условие, чтобы Он в тебе еще и остался. Вот мы должны об этом еще подумать. Мы должны не только готовиться к Причастию накануне, как вот готовится хозяйка или семья, которая ждет гостей. Дом убирается, трапеза готовится, все красиво, чисто. И вот гости пришли. А дальше-то что? А дальше начинается самое главное. Самое главное. То есть когда человек причастился, он должен сделать все возможное со своей стороны. Вот об этом пишут уже святые отцы. Это вот эта вся жизнь наша христианская должна быть такой, чтобы Христос от тебя не ушел. А у нас бывает очень грустная ситуация. Человек причастился, вышел из храма, доехал домой и чувствует, что все пусто. Что-то случилось. Вот за этот час, когда он ехал, сколько было празднословия, а точнее сразу телефон открыл, позвонил, прочитал, куда-то там в какие-то каналы залез. И все, из тебя вся благодать ушла. Христианин со Христом это как дом зимний, который хорошо утеплен. Закрыты двери, утеплены окна, нигде нет никаких щелей. Печка, которая греет дом, она тепло сохраняет. Человек рассеянный, невнимательный, это дом, который не утеплен. Поэтому сколько ни топи, все уходит. Или как дырявый ведро, в который сколько ни вливай воды, все вытекает. И вот нам нужно учиться, учиться этой жизни христианской. Почему она за христианской? Потому что она должна быть со Христом, Господом нашим. Поэтому процесс подготовки к причастию должен нас настроить на новую жизнь. То есть ты Христа принял в себя, а дальше живи так, веди себя так, чтобы ты не остался снова один. Здесь приходят на помощь уединение, молчание, молитва, чтение Священного Писания, добрые дела. Вот ты должен чувствовать, что после причастия тебя прям Бог зовёт. Вот каждого человека, у каждого разные ситуации. Например, монах, он может причаститься и сразу уйти к себе в келью, просто там посидеть. Час, два, три, просто насладиться это. Ну, в миру, наверное, нам сложно. Предположим, пришла семья в храм, мама причастилась, у неё трое детей с ней. Как она может уединиться? Да никак. Поэтому она должна послужить своей семье. Приехать домой, приготовить обед, уложить, спать детей, с мужем пообщаться, добрыми словами его согреть как-то. Другому человеку, предположим, кто-то идёт, например, на работу. Бывают такие ситуации, когда в рабочий день мы совершаем раннюю службу. Очень много причастников, которые потом идут сразу на работу. Кто в школу, кто в больницу, кто на государственные учреждения. И дальше мы идём не просто на службу, мы идём на служение. Понимаете, вот это вот отношение к работе как к служению, у очень многих людей отсутствует это понимание. Водитель автобуса может везти пассажиров, как будто везёт Христа. Повар может готовить еду, как будто будет кормить спасителя. Медсестра, которая работает в больнице. Христос в каждой палате лежит. В МФЦ обслуживать можно посетителей, как будто к тебе Христос приходит. Ну и так далее. То есть тут так захотеть надо. Ты должен захотеть послужить. И вот когда ты причастишься, вот эта благодать причастия, она ведь тебе даст, даёт необыкновенную силу жить новой жизнью. Но чтобы этой жизнью зажить, нужно отмотать время назад и достойно подготовиться. Хотя сколько бы мы ни готовились, мы всё равно будем недостойны причастия. Но подготовка пусть Бог вменит в труд, который он примет как некую жертву. Ну а дальше мы будем надеяться на его милость, на его любовь, на его помощь божественную. И Господь обязательно вот такому труженику, который придёт и на службу, прочитает правила, попастится, поговеет. Самое главное примириться со всеми и спросит прощения, придёт на исповедь, как бы сделает всё возможное. Ну а дальше место, конечно, за Богом. Так что, братья и сёстры, не ленитесь, пожалуйста, готовиться к причастию. И достойная подготовка – это залог тех плодов, которые Господь обязательно вам даст через своё святое тело и причистую кровь. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok